здравствуйте наши дорогие телезрители студии как и в медиа рада приветствовать вас у экрана ваших телевизоров спешу обрадовать что сегодня вас ждет приятная встреча с очень интересным человеком поэтессы нашей гости из вены басей малаевой бася мы очень рады что вы у нас в гостях и позвольте поблагодарить вас что вы нашли время принять участие в нашей передаче спасибо большое спасибо здравствуйте уважаемые телезрители здравствуйте дорогие друзья здравствуйте родственники здравствуйте все кто был на нашем вечере на презентации я говорю вам еще раз здравствуйте а значит не болейте я вас очень люблю бася мы знаем что вы специально приехали в нью-йорк чтобы присутствовать на грандиозном театрализованном концерте наш ильяс посвящена 75-летию со дня рождения великого поэта драматурга певца музыканта виртуоза ильяса малаева вот уже прозвучали заключительные аккорды музыки и песни и затихли теплые аплодисменты зрителей скажите бася а какое впечатление осталось у вас от этого вечера вы знаете поговорить о ильясе малаеве до драматург до композитор до музыкант но он еще мой брат поэтому впечатление какое может быть впечатление у сестры которую видит такой шедевр который видит живого брата на экране который видит так много знакомых лиц и столько людей которые приняли в этом участие конечно же мурашки по коже конечно же грандиозно и поэтому для меня может быть эмоции во время концерта они перехлёстывали я не думала о нем как как о музыканте композиции я видела живого брата который обращался к зрителям и я конечно же с большим волнением следила за этим я была скорее вы знаете у меня выросли крылья то было скорее бы очутиться там скорее бы очутиться среди них и я была очень поражена я была очень рада что в этом зале я почувствовала дух моего брата он был с нами вот с первой минуты брат разговаривал со зрителем сам пользуясь случаем хочу поблагодарить постановочную группу фильма чаша ильяса народного артиста туркмении бена исакова и директора продюсера кайков медиа и ведущего кайков тихий романа кайкова за огромную работу и за память о моем брате бася я имел счастье присутствовать и снимать на вашем авторском вечере я имею ввиду презентацию вашей первой книги монолог где помещены ваши стихи рассказы посвящение вашим родным но особое место занимает в этой книге ваш дорогой любимый брат илья смолаев мы сегодня собрались чтобы порадоваться за поэта прозаика драматурга который нам приехал с далеких берегов вены и приехал и просто так приехал вот с такой замечательной книгой написанной за три самых трудных года ее жизни и 28 апреля 2008 года находясь рядом с больным братом умирающим братом басе малаева хотела дополнить коллекцию стихов посвященных мастерам нашим устозам и ляса малаевым своим детям и всевышний передал это пирог и это дар начинающему поэту и я хочу начать его со стихотворения который написал мой коллега юрий завелиевич цирин милый басе малаев ушел ваш брат огонь своей души вам подарить успех на счастье ушел поэт и вы его вершин смогли коснуться в той же дивной страсти ушел поэт да здравствует поэт вы не умолкли в скорби и печали сказали всем границ ильясу нет его стихи по-русски зазвучали а вместе с ним как волшебный дар и ваши нам и сердце потоком льются и эхом отдаются в них всегда рождая грусть за вас улыбнуться храни вас бог от недругов и бед и пусть ваш дом других краях планеты вам греть и нас и много-много лет поэтам в книгах и в душе поэтам я каждому из вас отдельно благодарна что вы сегодня выбрали время пришли сюда на встречу со мной и встречу своим братом и встречу с его поэзией его помнят его любят а это для меня было самое главное что мой брат он жив в ваших сердцах он жив в моем сердце конечно он там всегда останется но за вот эту любовь вам отдельное спасибо и низкий поклонок литературный критик редактор газеты бухарин таймс таври заронова я вам скажу что ее переводы зачастую звучат как самостоятельные произведения то есть за основу она конечно берет так сказать тот текст который этот сюжет который предлагает поэт или а смолаев в данном случае но в нем столько собственного понимания глубины нежни нежности печали временами тоски какой-то философской глубины самостоятельности другим словом понимаете что очень часто можно сказать что ее рубай если бы они вышли отдельным произведением они бы звучали и смотрелись не менее интересно чем вот в сочетании с авторским произведением дар умри дара зизо фикре дадам ас умри каме бульбул басад харьадам кархук ми табе ад зерри дастам мебут сад умр зизо ба бульбулан мебадам ошибка ли природы или ее законы жизнь соловья и долгий век вороны мне бы на миг отдали власть природы добавил соловью вороньи годы и следующее не в кроне власть и не в вороньем крике трель соловья в основу вы возьмите хоть он живет всего лишь только год но дарит жизнь а смерть в вороньем крике я преклоняюсь перед михаилом за вулом почему потому что он мне подарил свою книгу и я имела честь ее прочесть амаде чон хури ракшан дил бара ба ракси худ рухбаландо сарфараз карди мара ба ракси худ панихи герберзамин гердад минатдар вайзи ту дар назар ту чон симур бе чон чара ба ракси худ ба каде сарвий хирамон ки худа дадаст ба ту карди ту дил бахта ю хам дил сара ба ракси худ пе чута бе дасти ту дастур амал башат бамар ба ракси худ ба ракси худ сидит не только поэтесса она хороший писатель муза поэта ильяса малаева наша любимая певица мухаббат хон шамаева тоже хочет что-то прочесть пожалуйста мухаббат вообще малаев говорил что поэзию фарси очень трудно перевести на русский потому что все не передашь эту всю философию которая сравнение понимаете так он пишет это говорит очень сложно но я поздравляю батю ей удалось это сделать средь всех прекрасных яств на свете предпочитаю я наш плов с друзьями сладостной беседе его я есть всегда готов бараний жир морковь и мясо лук приготовлю я и казан друзей своих с почетом встретив я к делу перейду от слов вино рекой наш тесный круг и плов мы будем есть руками чтоб с каждой рассинкой отдельно вам передать свою любовь сегодня с песней на устах ильёс сготовил плов для вас друзья за вас за нашу дружбу за жизнь веселую без слез я поздравляю басю от всей души желаю тебе крепкого здоровья человек который покорил высоты нью-йоркской оперы дорогой есть шаломаев я был знаю много лет и никогда не мог бы представить себе что она обладает такими способностями стихосложения да это просто сказать а вот я сегодня услышал поэзию аз дэр ки дар ай ман нега ай тук нам андеша ба чашмани сия ай тук нам аз дэр ки дар ай ман нега и тук нам ай тук нам аз дэр аз дэр ба чашма аз дэр сия ай тук нам ман ма ле на даром Звучит музыка. С нами сегодня человек, который приложил много души, таланта к тому, чтобы оставить в нашей памяти голос фильма об Ильясе. Я хочу попросить сюда, к микрофону, очень уважаемого всеми нами художника-режиссера, народного артиста Туркмении Бена Исакова. Кстати, одна из его очень творческих, сильных удач, этот концерт, который мы все с удовольствием посетили в Queen's College вместе с продюсерами Наргизой Малаевой, Романом Кайковым. Похлопаем им, они все вместе подарили нас очень красивый вечер. Я хочу сказать большое спасибо Басе, потому что она не только замечательная сестра, но она великолепная поэтесса, но самое главное, она еще великолепно мастерски читает свои стихи. Поэтому, пожалуйста, аплодисменты. Запомните его таким, каким он был на самом деле, наивным, добрым и простым, с душой огромным в хрупком теле. Запомните его таким, на пьедестал не возвышая, он в дружбе искренне сценил, отнюдь цены не завышая. Запомните его таким, без лишних слов и без намеков, он признанным поэтом был и сыном был у всех народов. Запомните его таким, без сказанных похвал вдогонку, он матери моей был сын, и в сердце был ее ребенком. Запомните его таким, без выдумок и шуток пошлых, он в каждом доме был своим, он был на вас чуть-чуть похожим. Запомните его таким, сегодня в день его рождения, с глазами грустными, смешным. Каким храню я в душе я. Запомните его таким. Запомните. С нами сегодня Тамара Катаева. Искусство поэзии и поэта сейчас продолжает наша любимица. Это моя дорогая Беллочка, Басенька, моя родная. Радуй нас, твори. Мы будем всегда принимать участие, когда у тебя будет моноспектакль. Искусство поэзии и поэзии. Искусство поэзии и поэзии. не ариба от гуман дару бозорус манна диди инонизали хамон дару бозорус манна диди инонизали хамон шоу дуфта шакар дуфта шахи дуфтарон чаш макад баман бен ама ману бату волон тазмамогомтьими пейные им snack on человек com Anna бения ох ли по тГм она дару бозорус манна диди инонизали хамон дару бозорус манна диди инно месли хамон дару по зарусс манна били ин ан regul есть а я хочу попросить свету ханимову человек который очень много взял для популяризации творчества Ильяса Малаева? Никто не ожидал, что столько в вас глубины, столько философии, столько чувств, нежности, горя, боли, и все это выразить и высказать, так как вы цитируете свои стихи, я не думаю, что любой актер, кто-то другой так мог сказать, прочитать свои стихи. Спасибо, что вы есть. Спасибо за вашу книгу. Я хочу передать моим племянникам вот этот микрофон. Пусть они скажут все, что у них на душе, и я скажу да. Мы уже с Радиком это поняли, что папа, он возле нас. Почему? Потому что какие-то чудеса иногда происходят, которые невозможно объяснить, что это какие-то нечеловеческие вещи происходят. Вот ты стала писать. Ну откуда ты пишешь? Наверняка какая-то частица папины души все-таки в тебя попала. Я тебя от души поздравляю, я тебя очень люблю. Я вот мне еще легче стало, что вот у папы есть продолжение. Хочу пожелать Басе прежде всего здоровья. Это не просто слова. Потому что я вижу, она душу очень сильно болеет, но я считаю, что это неправильно. Почему? Потому что папа прожил очень обширную и красивую жизнь. Переживать не надо. Почему тебе, Басе? Почему? Потому что это для тела и для души плохо. И для тебя, и для него. Если он будет это чувствовать, что ты переживаешь, это будет неправильно. Он должен кайфовать от того, что тебе хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне бы очень хотелось, чтобы мой брат Юра подошел ко мне, потому что это моя последняя опора. Большое спасибо всем присутствующим за то, что вы пришли в такой знаменательный вечер услышать стихи моей любимой сестры, признать ее талант. Для меня моя сестра Басе отдала всю себя своим братьям и своему сыну, за что ей большая благодарность. С нами сегодня главный редактор журнала «Женский мир» доктор Зоя Максумова. Известна медицине, когда у человека возникает очень сильный стресс, стильный стресс. В нем возникают его внутренние качества, ранее нераскрытые. Вот так у нас появляются ясновидящие, причем это правда. И я думаю, что Бася – это человек, который… Она была изначально очень глубокая, я ее знаю давно. Но она была изначально очень романтична. Она изначально была глубоко порядочным человеком. Она изначально была независлива. Она изначально была в целом талантлива. И вот сейчас, когда у нее случилось… А для нее это страшное горе. У многих умирают братья. И мы все, конечно, страдаем, это понятно. Но для Баси, вот именно в этой семье, для Баси это было то горе, которое стало для нее стрессом, который сделал из нее такую поэтессу. Поэтому я вам подарила сегодня вот такую необыкновенную свечу. И она необычна еще тем, что она горит вечно. Вот я очень хочу, что когда вы ее зажгете, чтобы у вас было две свечи. Одна в душе свеча Ильяса, а эта свеча рядом. И чтобы она помогла вам творить дальше. Я попрошу Рену Абрамовну Юлизарова, которая является близким другом этой семьи. Она очень много писала об Ильясе Малаеве. Вы знаете, я вчера на ночь прочитала эту книгу. Я вновь пережила все, буквально каждую строчку, написанную сердцем, душой и любовью Баси. И я тогда сказала, что душа Ильяса переселилась, буквально переселилась в нашу Басеньку. Ушел из жизни Ильяс и пришла в этот мир совершенно новая поэтесса. Я хочу попросить мой друг Хусейн Адылов который себя считает учеником Ильяса Малаева. Ильяса Малаеве. Ильяса Малаеве. Ильяса Малаеве. Ильяса Малаеве. Ильяса Малаеве. Борис, можно вас на минутку? Похлопаем нашему президенту. Нам посчастливо, Басе, слушать вас. Я настолько проникся еще глубже к вам. Даже читая ваши стихи на страницах газеты, я не настолько отчувал. Но когда я увидел в вашем исполнении все те ваши чувства к брату, и я сразу почувствовал, что нет. Испомнил я ваши слова, которые вы сказали на трибуне. Вот я сейчас только приобрела покой. Вижу, что Ильяс жив. Спасибо вам, Басенька. Я всех благодарю, кто рядом с нами был. Всех согрела нас в беде поддержка. Брат белым парусом в историю уплыл. У древа рода обломила свет. Осталась наша память на века. Остались дети, внуки, зятя, снохи и белой дымкой в небе облака, прощаясь каплей слез с легендой эпохи. Спасибо вам, что помните поэта за теплый в вашем сердце уголок, за песть любви, что им была допета, и ту, что в нас, ее допеть не смог. Пусть вашей судьбой обойдет ненастья, кто сердцу дорог, рядом с вами будет. И пусть надежды, радости и счастья войдут в дома, где обитают люди. Хотел добра, и добрым он остался. Делами, мыслями, а главное, душой. При встрече с вами, нежно улыбаясь, он ваши души заполнял собой. Пройдут года, взрослее станут внуки, они продолжат то, то, что начал ты. И правнука поэта, взяв на руки, Ильяс, окликнем именем твоим. Расскажите, пожалуйста, что побудило вас за такой короткий срок написать такую замечательную книгу? Вы знаете, задумка писать книгу у меня и не было. У меня была просто боль души, которую я должна была выразить на бумаге. И поэтому все эти годы, когда я была вдали, так сказать, от моего брата, вот, у меня, я разговаривала с ним посредством слога, который был ему понятен. Мне казалось, что если я буду говорить прозы, он меня не услышит. И поэтому я разговаривала с ним посредством стиха. Этот вид общения был ему близок, и поэтому я с ним вот так вот общалась. Я писала стихи, мне казалось, что он их слышит. И мне казалось, что он мне отвечает. Я их слышала. И вот так родилось это общение. Работа эта, в основном, она помогла мне пережить этот трудный период в моей жизни. Свою первую книгу я назвала «Монолог». Почему монолог? Ведь это слово нам каждому известно. У меня каждый, каждый имеет свой монолог. Это разговор с самим собой. Но, публикуя эту книгу, меня попросила сына своего написать к ней пару слов. Я вам просто зачитаю, что он написал, если вы мне позволите. Бася Малаева, пишет он, никогда не писал ни строчки до 2008 года. Года тяжелого для нее, года, в котором ушел из жизни ее любимый брат Илья Смолаев. Первые ее произведения, написанные в ту пору, ярко выражают безмерную боль утраты близкого человека. Впрочем, не только произведение той поры. Книга, которую вы держите в руках, не является заведово составленным коммерческим вариантом воспоминаний о близких. Это больше дневник, откровенный и неприукрашенный душевный разговор с самой собой. Монолог. Бася, многим телезрителям было бы интересно познакомиться с вашими стихами. Будьте добры, прочитайте их нашим зрителям, пожалуйста. С удовольствием. Одно стихотворение стало моей визитной карточкой. Я, наверное, сегодня нашу встречу начну именно с этого стихотворения. Я в тени посижу, мне больнее цвета, луч направив глаза, вы увидите боль. От зимы я бегу, мне понятнее лето, и в тиши, коль ты друг притаиться позволь. Не кори, не брони, не хвали, а спроси, не болит ли душа и ответа дождись, взворошу все в себе, только ты подожди. А пока хоть щекой ты мне сердце коснись, обронила я счастье в погоне за жизнью и потеряна честь, чтоб любовь сохранить, ты вина мне налей. Вместе с ядом я выпью, только завистью черной не старайся добить, ты лицом повернись, протяни в горе руку, добрым словом утешь, обогрей, приголубь, коль я в жизни собьюсь, ты возьми на поруки и, набравшись терпения, объясни ее суть. В ожидании счастья жду у моря погоды, волны хлещут в лицо, взбили в пену тоску, горьким вкусом воды, смой печали невзгоды, а иначе, пойми, больше жить не смогу. Хочу прочитать вам полюбившееся вам произведение «Значит, не ценишь, значит, не терял, не любишь, значит, не страдал, не жалко, значит, все отдал, убили, слишком много знал, не спишь, знать мысли не дают, где жизнь, боюсь, ни там, ни тут, забыли, знать уже не ждут, дал в долг, считай, что не вернут, молчишь, быть может, все сказал, не веришь, знать и сам ты лгал, тоскливо, слишком долго ждал, женат, считай, что ты пропал, не хочешь, знать, по горло сыт, устал, ну что ж, таков он быт, весь черным человек скорбит, а красный, я надеюсь, стыд, был счастлив, значит, обладал, стал жадным, знать, богатым стал, украли, значит, доверял, а честь неужто потерял, кричишь, знать, ноша тяжела, мечтаешь, знать, душа жива, темнеет, знать, спустилась мгла, все понял, поздно, жизнь прошла. В этой книге также перевода поэта Илья Самалаева, который писал на фарси, на узбекском, на армянском, на азербайджанском, здесь только те стихи, которые я постаралась перевести. Илья Самалаев написал Мухаммас на произведение Алишера Наваи «Шайда калдела». Что значит Мухаммас? Поэт Илья Самалаев пишет верхние три строчки, отвечая последним двум, и таким образом он ведет беседу с Алишером Наваи. Меня пленили Мухаммас на газель Алишера Наваи Илья Самалаев. Хар-Хачан ки-и-тар-и-фи уль-сар-виба-ла калдела Шуль-заман йор-иш-хна кунг-лимга пайда калдела Лишь только голос моей милой Мне крылья ветра доносили Они тотчас же предо мной твой образ нежный проносили И острием кинжала вновь мне сердце душу плоть пронзили Меня, как многих взор пленил В себе храню его поныне Мечну на разуме лишив всех прочих в бегство обратили Уста корал лицо цветок и жемчугу подобны зубы В саду любви цветок расцвел нежней бутона ее губы Никто понять не мог тогда Откуда в ней так много злобы Умей не мучить жертв своих То видимо ей дар природы И чувство сколыхнул во мне Мой дух они спалили Секрет себе я затаил Он сам собой раскрылся Такой крик боли из груди Что голоса лишился В мечети собранный народ Поступком возмутился Священный ритуал сорвав В отчание я бился Поступок мой Как и любовь Позором заклемили Решился твердо Таин своих Не буду Раскрывать Я впредь Не выдам то Что на душе Вплоть до последних В жизни лет На мой обед Нарушен Той Что излучает Жизнь и свет Он с тоном вышел из души Прекрасней розы В мире нет Не спрятать мне любовь мою Меня разоблачили О свежесть нежного лица Подобно роднику из гор От жажды гибну Помоги Скинь на меня свой дивный взор Собрался люд Видать не зря Чтобы взглянуть на мой позор Воды просил Бокал Вина В Усмешку Дали Иль В Укор Я Крикнул Кто Молчали Все И Мимо Проходили Раскрыта Тайна Как Мне Быть Душа Болит Страдает Никто Не Протянул Руки Вино Одно Спасает Презрение Взгляд Из Под Ресниц Землей Меня Равняет Твой Рап Отныне Лишь В Вине И В Чувствах Утопает Любовью Пьян Или Вином Или Ее Глазами Ты Жемчуг Выкрала Из Сердца Украсив Ожерельем Грудь И Блеском Тем Как Мечнуну В пустыню Указала Путь Я Из Немог Ведь Локон Милый Лишил Меня Сознания Вдруг Прощался Было С Белым Светом Но Он Ж Вытянул Как Крюк Не Нескально Вазаре Чувств Мне Сердце Оценили Одежда Дервиша На мне И Счету Нет Моим Обидам Вином Разбавлена Мне Кровь Но Тайну Впредь Навряд Ли Выдам Бокал Наполненный Вином Внесла Любовь С Надменным Видом До Дна Я Выпил Чашу Ту Наперекор Своим Молитвам Вино Лохмо Сем Цвет Дало Меня Ж С ног Свалило Что ж Если Кара Ждет Ильяса За то Что Так Любить Он Мог Сильнее Всех Такая Кара Когда Сочится Сердце Кровь Законы Дайра Нарушая Нарушая О Ней Я Думал Вновь И Вновь Меня Любить Учило Сердце Основой Став Мне Всех Основ И Навои Любил Страдал Видать Не Оценили Сборник Монолог Начинается С того Что я Посвящаю Своему Любимому Брату Ильясу Малаеву Одно Из Этих Стихотворений Я хочу Предоставить Вашему Вниманию Плечом Уперлась В пустоту И Грудь Подставила Судьбе Родившись На свою Бедущую Приют В чужой Избе Тепла Прошу Немного Света Горбушку Соль Воды Стакан Надежду Что вся Песнь Спета И что Не ждет Судьбы Капкан Мне Не нужна Чужая Слава Слова Бесстыжи В любви А сплетни Ложь Одна Трава Ты Ложью Душу Не Трави Скоблите Стол Ножом Тупым Есть В чистоте Свой Хлеб Хотите Сжигая Совесть Ветки Дым За огонек В душе Броните Он Будет Леть Во мне Всегда Зажгла Фитиль Я В память Брату На небе Вспыхнула Звезда Пытаясь Заменить Утрату Весь Небосвод Над головой Ладоню Вниз Как руки Папы Благословляют Твой покой Чтоб Не коснулись Черни Лапы Как Хочется В приход Весны Когда Проснется Вся Природа Чтоб Словно В сказке Из воды Брат Оказался У порога Арбуз Ревень Тархун В охапки Веселый Звонкий Как всегда В своей Каракулевой Шапке А то Что Бледен Не беда Вернись Прошу Какой Не есть Я По тебе Грущу Втомление Мы Позабыли Слово Честь Исчезло Напрочь Вдохновение Все Льстят Друг Другу Позабыв Что В принципе Мы Все Оттуда Тут Скрытию Подлежит Нарыв Но Он Растет Как Горб Верблюда Цветов Тут Нет Горит Листва Деревь Нет В стогу Дрова Лишь Сплетни Склоки И Молва Вращают Жизни Жернова Мне Наблюдать За этим Тошно Зажмурить Прячусь Я В глазах Плыть Но Куда Тону В слезах С течением Справиться Мне Сложно Причались К берегу Надежды В твой Мир Где Честь И Образец Святая Правда Без Одежды И Смерть Для Жизни Не Конец Неумолимо Бежит Время Моему Брату Исполнилось 75 К сожалению Я в это время Была в Вене Но В своем Творчестве Я отразила Это И мне Хотелось Передать Мое Поздравление Сюда Моему Брату Шел Без тебя Твой Юбилей В том Ты Ты Был Примером Не Во всем Моей Молитвой Перед Сном И Раней Соловиной Трели Ты Там Я Здесь И Тишина Между нами бездна и жизнь легла, шипы увядшие, алые розы пронзили сердце мне, а слезы я удержать в себе должна. Форо муж смирения. В тишине мысли кружат, вихревайся с памятью наедине, плачет скрипка без смычка, без воды мелка река, без шипов завяла роза, не сомкнуть нам берега. Дата твоего рождения, сердце бьется от волнения, в горле ком, в глазах слеза, боль не ведает смирения, ты один и я одна. Ах, ну где же вы слова? Мой бокал наполнен грустью за тебя, родной, до дна. Сегодня брата юбилей. Вот, наконец-то, встретились, мой милый. Стою с охапкой роз я у могилы, глаз отражения, застывшие на камне, стою у портрета в черной рамке. Поздравить юбиляра я пришла, среди гостей злой ветер, снег да мгла, накрытый стол, фужеров звон. И речь, прости, Илюшенька, что не смогла сберечь, что подарит тебе родимый человечек, любовь свою, сестреночка, как прежде. Кусочек неба, лучик солнца, ветер, еще скажи, что жил не зря на свете. А синий лист, закат, зарю, рассвет, скажи, что лжи на свете больше нет. Ты подари мне запах нежной розы и шелест юной стройненькой березы. Улыбку, смех свой звонки подари и песни те, что были о любви. Ты подари мне память обо мне, чтоб мог согреться в мертвой тишине. Прошу я Бога из последних сил, чтоб он всех вас на свете сохранил. К нему я обращался в час разлуки. Он знал один, как жизнь Ильяс любил. Мне бы хотелось очень протестить что-то из произведения моего брата в переводе. Я просто дам вам направление, как писал мой брат, а потом, значит, перейду к своему переводу. Батучи, Ильяс Малаев. Какое твое дело? Отныне я вином торгую, тебе-то что за дело? Не пьешь, не пей, мне все равно. Я ж выпью чарку смело. Секреты трезвых нипочем, нет до того мне дела. Я тайну тех, кто пьян, не выдам, прикрыв их своим телом. Что жизнь твоя, страдания лишь, ах, мне-то что за дело? А смысл моей кувшина дно, знать пью я неумело. Ты внемлешь миру трезвых, мне до этого нет дела. Я слышу грустные напевы, что в детстве мама пела. Любви, блаженство лишена, к чертям все, нет мне дела. Хлебну я с губ твоих вина, не жить душевне тело. Живешь в бреду, не пригубив, ах, мне-то что за дело? Трезвее я в сто крат хоть пью, и ноги держат еле. Что хочешь ты, чего ты ждешь? Спроси Ильеса, смело отвечу. Я вином торгую, не лезь в чужое дело. Творческая дружба на протяжении многих лет связывала моего брата Ильяса Малаева с великой шерстой Маладжановой. Во фрагменте, который я видела в фильме «Чаши Ильяса», она говорила, «Ильяс, я пела на вашем 60-летии, я пела на вашем 70-летии, и дай бог буду петь на вашем 100-летии». После чего она пела свою песню, прекрасную песню. Я посвятила ей свое стихотворение, которое я сейчас вам прочту. Шоисте Маладжановы, шоиста. Весь мир вы покорили, шоиста. На ноте до и на одном дыхании Созвездие звезд покинула звезда. Склонился зритель в траурном признании. Мухаббат, бету дуниотар. Да, без любви нам будет тесно. В просторах душамбинских гор Звучит поныне ваша песня. Осанку стать и грациозность Мы не забудем никогда. В сердцах людей остался голос, А вместе с ним и шоиста. Скорбит Варзоп, скорбит Дунай, Скорбит июнь, как месяц май, Скорбит Нью-Йорк, скорбит Израиль. Эпоха целая. Прощай, все вместе вновь. Барно, Катаев, Исок, Ильяс, Амнер, Бараев. Угасли звезды и зажглись. Мы ж крикнем вслед вам. Браво! Бис! Хочу предоставить вашему вниманию Стихотворение, которое я написала Моей племяннице, Внучатой племяннице. Дело в том, что она носит имя моей матери, А значит, продолжение следует. Послушайте это стихотворение. Той, кто носит имя матери моей, Лизоньке Малаевой, посвящаю. Я подарю тебе сегодня. Я подарю тебе сегодня Семнадцать тысяч алых роз. А то, что утаило сердце, Ты и сама без слов поймешь. Семнадцать тысяч, но одна Лишает разума и сна. Сравниться с красотой, Не смея за тучи спрячется луна. Лицо нежней, чем лепесток, А губы, как вина, глоток. Пьянит и кровь мою дурманит. Волос кудрявых за виток. И даже тысячи чертей Подметки не годятся ей. По гороскопу скорпион, А я влюбленный водолей. Семнадцать тысяч звезд Померкли перед сиянием Дивных глаз, В бездомном омоте которых Я утопал и сам не раз. Ах, как стройна, И как красиво, А как лукаво и игриво Жестоко стрелами ресниц Ты грудь мою насквозь пронзила. Присутствием своим смущаешь, Отсутствием, увы, томишь. За что, скажи мне, ангел нежный, Меня безвинного казнишь? Бравей упруга тетива Созвучно с сердцем, как струна. Мажором подари мне жизнь, Она, как ты, всего одна. Я подарю тебе сегодня Луч солнца, неба и рассвет. Тобой одной дышу на свете, И без тебя мне жизни нет. Как известно, многим телезрителям После вашего мастерски прочитанных стихов Хотели бы приобрести вашу книгу. А есть ли возможность приобрести вашу книгу? И сообщите нашим телезрителям, Как это можно сделать. Книгу «Монолог» Вы можете приобрести, Обращаясь в редакцию газеты The Bukharian Times. В пользу случаем хочу поблагодарить Главного редактора газеты The Bukharian Times. Человеку, который помог мне Издать эту книгу И был активным, активным инициатором Ее выхода в свет Господина Рафаэля Некталова. Бася, позвольте задать один, Может быть, банальный, Но традиционный вопрос. Какие планы у вас на будущее? И над чем вообще вы сейчас работаете? Планы на будущее? Планов много. Мне бы хотелось Издать книгу, Куда войдут Произведения моего брата, То есть не закончены еще переводы, Которые я начала еще, Не до конца их свершила. Не потому, что они еще не готовы, А потому, что мне кажется, Что то зерно, Которое заложил Илья Смолаев, Я еще до конца его не прочувствовала, Не узрела. Поэтому я пока храню его у себя, Но я думаю, что эти работы будут закончены. Обязательно все это соберу Следующую книгу. И мне бы хотелось написать пьесу О нашей жизни, О нашей сегодняшней жизни, О нашей молодежи. Мне бы хотелось написать Несколько стихотворений, Которые бы выражали душу женщин, Душу настоящей женщины, Сегодняшней женщины. Женщины, кто живет в наше время, В это стрессовое время. Мне бы хотелось, конечно, Еще написать о наших предках. О наших предках, Потому что то сокровище, Которое хранилось там, Оно до конца не использовано, Не раскрыто. Меня эта тема Очень-очень-очень волнует. А еще бы мне хотелось Создать свой моноспектакль. Куда войдут новые произведения, Произведения, которые Уже вызданы книге «Монолог». И где я смогу со сцены Говорить о своих родителях, О братьях, О женщинах, О их проблемах И о вас, Мои дорогие зрители. Бася, Позвольте от имени наших телезрителей Поблагодарить вас За то, что вы Побывали у нас в гостях. И надеемся вновь увидеть вас В нашей студии С новыми творениями. И дай Бог С новой книгой И пожелать вам вдохновения Творческих успехов, Благополучия в доме И мажорного вам настроения. Огромное спасибо. Меня так порадовали. Огромное вам всем спасибо. Пожалуйста. И, конечно, вам огромное спасибо, Дорогие телезрители. И у поэтов Бывают любимые стихи. Одно из самых Самых моих любимых произведений Я хочу сегодня посвятить Роману Кайкову. Спасибо. Скажи мне, да. Скажи мне, да. Когда защиты жду И резким нет от подлости Спаси Живую струйку В жизнь мою Несивыми людей Посеявших Вражду. Вознакради восторгом Мой успех И пророни слезу Навек простившись Не осуждай Коль в жизни вниз скатившись Придется поддержать Достоинство пред всех Измену не прощая И сострадань В разлуке успокой Что встреча есть Путь соли Чтоб понять Готова съесть Поблек мой взгляд Без радости свидания Не упрекай Коль медную монету Ты жалобно протянешь В руку мне Не вздумай ветром стать Когда в огне Сгорела честь Чтоб разнести по свету За скромность Чистолюбие Не кори И огради От злобных Своенравных Ворчливых Подлых Алчных И бездарных Коль смелым Ночь Не трогай до зари Прости за то Что женщиной родилась Окликнись эхом На мою беду Путь укажи Когда в тупик Зайду И счастьем награди Мое Увы Разбилось Плеча коснись Когда прощения Просишь В глаза взгляни Коль на душе Любовь Пронзила ложь Надеюсь Что не бросишь Смертельно ранена Сочится Сердце кровь Мерцанием свечи Простимся мы В тиши Заметь Мой друг Что стало Вдруг Темно Умолкну Замолчу Теперь мне Все равно Но стон И боль Души Ты все же Заклуши Браво Спасибо большое В то время Как я ехала На юбилей Моего брата Со своей книгой Которая называется Монолог Здесь работали люди Которые творили Которые создавали Этот прекрасный концерт Наш Ильяс И сейчас Я хочу обратиться К вам Дорогие мои зрители Со словами Благодарности А особую благодарность Мне бы хотелось Выразить Детям моего брата А особенно Наргизе Малаеву Генеральному Продюсеру Этого концерта Я хочу поблагодарить Раджа Малаева Музыкального оформителя Этого концерта Я хочу поблагодарить Мухабад Шамаеву Я хочу поблагодарить Биолу Малаеву И всех внуков Моего брата За то, что они приняли Такое участие В этом концерте Я говорю о том Что дело моего брата Не стоит Мой брат живет И будет жить Пока о нем Будут помнить Огромное-огромное Спасибо И низкий поклон Мне бы хотелось Прочитать Еще одно Из переводов Моего брата Эйля Масын Перевод с узбекского языка Пусть не старается Не создавая Не создавая Пусть хной Хной волос Пусть и песков Не сводит соловья Илья Масын Илья Масын Не тратит Не тратит даром Я это знаю За создание Этого фирмы Бену Исаакову За то, что он выключил Память о моем брате Как режиссеру-постановщику Как автору сценария И вам Как оператору Этого фильма Еще раз И еще раз Низкий поклон Спасибо Вам творческих Новых замыслов Желаю Расширения Вашей студии Спасибо И новых Находок До новых встреч Дорогие зрители И вам Огромное-огромное Спасибо И низкий поклон Дорогие друзья У нас в гостях Была поэтесса Из Вены Бася Малаева Спасибо И вам Огромное спасибо Итак Наша передача Подошла к концу Желаю вам Всем Здравия И спокойствия В вашем доме До новых встреч Друзья На студии Кайков ТВ Всегда с вами Ваш Роман Кайков Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»